Уважаемые коллеги, добрый день! Уважаемые коллеги, добрый день! Уважаемые коллеги, добрый день! Лечим мы, как я уже сказала, практически все нозологические формы, по которым очень часто случаются спорные моменты. И здесь как раз у нас возникает необходимость именно технических консультаций с медицинами. Этим мы очень активно пользуемся. Также в крае у нас онкологический диспансер, это монополист в оказании онкологической помощи, именно специализированный. Хоть и развернуто у нас на данный момент 4 САОПа в крае и 30 есть центральных районных больниц, но, как правило, вся специализированная медицинская помощь оказывается именно у нас. Немного по статистике заболеваемость и смертность онкологическими заболеваниями у нас в принципе без устойчивой тенденции к снижению, но, в общем-то, она несколько ниже, чем средний по Российской Федерации. В структуре межполовой заболеваемости у нас у мужчин на первое место в 2020 году вышла предстательная железа, вонки легкие у нас вышли на вторую кожу, на третью, а вот это было ожидаемо. А вот в структуре женской заболеваемости у нас впервые новообразование кожи вышли на второе место после молочной железы, раньше все-таки там стояла шейка матки. А вот по смертности у нас остается в принципе так же, как и ранее, то есть на первом месте у мужчин это трахея бронхи легкая, предстательная железа и так далее. И по женской структуре смертности молочная железа, бронхолегочная система и шейка матки, в общем-то, как обычно. Итак, в чем мы увидели преимущество телемедицины? Мы внедрили ее впервые, конечно же, скорее всего, как и все регионы другие, когда пришла необходимость в связи с ковидной инфекцией, с распространенностью с эпидемией, с пандемией вернее, необходимость возникла пациентов консультировать очень активно, потому что мы не прекращали оказание онкологической помощи все это время. В преимущественных телемедицины мы увидели, конечно же, это доступность, это экономическая, безусловно, эффективность, это, безусловно, улучшение качества оказания медицинской помощи. Также это определенно пожелания пациента, они это очень быстро поняли, так как им не приходится затрачивать денежные средства на дорогу. Мы проживаем в 6000 километрах от Москвы, поэтому для наших пациентов это довольно затратно на консультации летать. И, в общем, это очень быстро поняли и доктора, и пациенты, и стали очень активно этим пользоваться. Какие мы преследуем цели? Естественно, это уточнение определения диагноза, определение тактики ведения больного и прогноза его, решение вопроса о возможном переводе в профильный стационар. Это, в основном, естественно, на региональных телеконсультациях. Ну, а также мы активно пользуемся пересмотром результатов инструментальных морфологических исследований. В НМИЦах мы просим пересмотреть наши исследования, а для наших на региональном уровне мы являемся таким, можно сказать, референс-центром. В 2020-2022 году, если посмотреть с 2020 года, мы видим значительное увеличение, прям стойкая тенденция к увеличению случаев оказания телемедицинских консультаций в НМИЦ. Но это, естественно, связано именно с экономической эффективностью, с доступностью для наших пациентов. В структуре медицинских организаций, куда мы чаще всего направляем, на первое место выходит медицин-кология имени Блохина. Это, естественно, обусловлено тем, что медицин-кология имени Блохина является нашим куратором, и практически 100% наших законов, в первую очередь, отправляются именно туда. Также у нас в структуре медицинских организаций находится детское отделение, отделение детской гематологии и онкологии. Поэтому у нас довольно большой процент направления на телеконсультации в НМИЦ имени Дмитрия Рогачева. В НМИЦ гематологии, учитывая то, что у нас отдельно выделено отделение гематологии и химиотерапии, то есть отделение гемобластозов. Также довольно часто мы направляем, как вот сказала Анна Николаевна, пользуемся ромашкой и отправляем сразу одного пациента в несколько НМИЦ, получаем очень интересные зачастую результаты, которые порой несовместимы между собой. Ну, тут спасибо огромное, конечно, не смеется, когда мы созваниваемся с ними, это всегда ответ, это, в общем-то, всегда полноценные решения, которые нам помогают принять, и, в общем-то, значительно улучшается дальнейшая тактика ведения, и она становится определенно лучше. По структуре направлений по нозологическому пациенту, именно на первом месте у нас все-таки улучшается молочная железа. Казалось, что это визуальная локализация, совершенно непонятная, но, как правило, разные эффекты, возраст женщин, разное течение заболеваний и так далее. Но самое главное, что для нас сейчас, почему именно такой процент пациентов направляется в НМИЦ по этой локализации, это несоответствие рекомендаций в русско-клиническим рекомендациям, размещенным в рубрикаторе. Это касается и тактики лучевой терапии, и тактики, в некоторых случаях, лекарственной терапии и так далее. Поэтому нам иногда приходится обращаться за телемедицинской консультацией с целью определения чего-то, к чему-то единому, чтобы прийти. На второе место выходит у нас это поражение центральной нервной системы, и далее это поражение мягких тканей, в общем-то, наверное, как везде, потому что мы обязаны направлять лечение, тактика лечения у этих пациентов определяется только после консультации телемедицинских. Есть, конечно, и другие нозологии, они в меньшем проценте случаев, ну вот это, так скажем, три основных ведущих. У нас на региональном уровне на данный момент существует, к сожалению, к большому, только консультации врач-врач. У нас, как я сказала, 30 ЦРБ, у нас и есть ЦАОПы, 4 ЦАОПа. Между нами ежедневно производится телемедицинское консультирование пациентов. Если посмотреть на количество проведенных телеконсультаций с 2020 года по 2022, видно кратное увеличение. В структуре направлений по нозологическому профилю на первое место у нас выходят опухоли головы и шеи. Но, к сожалению, обусловлено это только тем, что у нас кадровые дефициты в диспансере специалистов этого профиля, и мы не можем организовать полноценный полиплинический прием на данный момент сейчас. Поэтому заведующий хирургическим отделением патологии головы и шеи взял на себя такую ответственность и консультирует все 100% случаев пациентов, направленных на телемедицинскую консультацию. Часть – это, конечно, диспансерное наблюдение, и, в общем-то, довольно, по-моему, 64% из этих пациентов он впоследствии госпитализирует к себе в отделении на первичную хирургическую помощь. На второе место у нас выходит опухолиторок абдоминального профиля. Обусловлено это в основном тем, что после пневмонии, особенно связанных с COVID-инфекцией, у пациентов наблюдается много случаев различных фиброзных изменений в легких, которые зачастую требуют какой-то диагностики. Этот процент резко увеличился у нас с 2020 года таких пациентов. Также опухоли мочеполовой сферы и женская репродуктивная система, но они уже намного меньше процентов занимаются, не менее есть, они консультируют. Как у нас происходит региональная телеконсультация? Сейчас очень интересно было выслушать коллег. У нас есть некураторы, у нас назначены доктора по профилю, то есть у нас есть специалист, который отвечает только на торако-абдоминальные нозологические формы, у нас есть специалист, который отвечает за гинекологию, есть специалист, который отвечает за гемогластозы и различные гематологические изменения пациентов. То есть это приходит все, сейчас все это стекается ко мне, пришлось это сделать. То есть у нас, к сожалению, центры телемедицины пока еще не оформлены, это у нас сейчас в процессе, в том числе и в плане нормативной документации. Я раздаю консультантам, все это потом стекается, перепроверяем и, в общем-то, сразу же принимаем решение по возможной госпитализации, определяем, куда мы этого пациента госпитализируем, согласовываем все условия и так далее. Но чтобы нам, а еще эти доктора, которые у нас отвечают за проведение региональной телеконсультации, консультанты непосредственно, они у нас получают стимулирующие выплаты, они заинтересованы и в качестве ответа, и в скорости ответа. То есть у нас, как правило, ответ, независимо от того плана, это телеконсультация, это неотложное. Как правило, мы не превышаем 24 часов, стараемся отвечать в течение суток. Что бы хотелось улучшить? Со стороны федеральных телемедицинских консультаций все-таки хотелось бы улучшить сроки. У нас приходится иногда ждать ответа до 3-4 недель. В основном это, как сказала Анна Николаевна, больше связано с нынецами Блохина. Все понятно, очень большой поток в данном учреждении, и огромная благодарность специалистам с медициной Блохина по телемедицинской консультации, что в любое время, когда мы звоним по телефону, откликаются и отвечают буквально в первые 1-2 часа, в том случае, если нам нужно срочно принять решение по больному, по телефонному звонку. Также очень большая просьба именно к НИЦ, когда они осуществляют с нами телемедицинскую консультацию. Рекомендации по лекарственной терапии давать все-таки в соответствии с клиническими рекомендациями. Мы, к сожалению, обязаны их выполнять. У нас это очень строго контролируется, нас за это очень серьезно штрафуют. Поэтому, ну, либо пусть это будет консилиум, то есть это не должно быть назначение одним человеком, именно лекарственная терапия. Либо это консилиум, либо это врачебная комиссия. То, что мы обязаны будем выполнить на основании федерального законодательства. Также большая просьба соответствовать в назначениях группировщику КСГ по оплате. Там важны даже дозировки. Недавно, да, у нас был такой случай, когда пациентке назначена была доза препарата, которая была где-то, да, в научных исследованиях, по результатам научных исследований было доказано, что вот именно такая дозировка, она приводит и к выживаемости, и к хорошему опухолевому ответу. Но этого не в клинических рекомендациях нет, этого нет ни в рекомендациях русско, этого, самое главное, нет в группировщике КСГ. И нам просто не пройдет эта оплата, и пациентку мы полечим, ну, так скажем себе, в убыток. Это тоже мы сейчас учитываем, потому что тарифы ОВМС, в оплате ОВМС резко снизились в отношении лекарственной терапии. Нам нужно как-то, ну, выживать, наверное, так скажем. К региональным нашим телеконсультациям пожелание только одно, и оно, скорее всего, везде. Как вот предыдущий докладчик говорила у нас Ирина Анатольевна, что это низкая компьютерная грамотность в районах. У нас она не только компьютерная грамотность, у нас доктора совершенно не хотят соответствовать клиническим рекомендациям. То есть они не выполняют, на основании клинических рекомендаций у нас разработана маршрутизация региональная, где все это прописано, какой перечень обследований будет и так далее. Но у нас, к сожалению, это пока очень слабо, и приходится переотправлять снова с требованием до обследования, и решение по данному пациенту оно, как правило, оттягивается. Ну, это вот основные наши проблемы. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием на них ответить.